Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Поэтому кому интересны игровые прохождения и летсплеи на ютубе, обязательно переходите, подписывайтесь. Буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, а мы продолжаем. Сегодня у нас два очень важных матча. Это матч против Челси домашний и выездная игра против Лацио в Лиге Чемпионов на групповой стадии. Посмотрим, с кем нам предстоит еще сыграть. Также Сочи мы видим, выездная игра. И после Лацио играем еще дома с московским Динамо, который сейчас идут, кстати, на первой строчке. Ну что же, сразу играем против Челси. Нам не повезло практически с группой в этом году, но от этого-то и интереснее. Надеюсь, что закалимся мы от этого. Характер наш и играть против тяжелых соперников нам это пойдет только на руку. Состав у меня очень уставший, но я буду именно его в выпуске, потому что у нас дальше игра против Сочи. Там можно будет ротировать, но если что, кого-нибудь выпустим, освежим. Поэтому Зенит против Челси. Поехали. Итак, Газпромарена. Зенит принимает Челси. У нас второй тур Лиги Чемпионов. Поехали. В первом туре мы обыграли Young Boys со счетом 1-0. Очень была трудная выездная игра для нас. Челси вроде как проиграли Латсу со счетом 3-0, причем еще и дома. Поэтому я просто сейчас не знаю, что ожидать от этой команды. 1-0. Вот что стоит, наверное, ожидать. Азмун на пятой минуте открывает счет. Фух, ну прям камень с души, что хотя бы получилось забить Челси. Не знаю, что будет дальше. Могут они нам сейчас трешку наклепать. Но главное, что мы забили. Мне это очень даже радует. Ребята молодцы. А вот и гол. Нет, ну да. Здесь-то, конечно, они не промахнутся. Забивают. Забивает Челси. Сравнивает счет. Зьешич, скорее всего, там. Нет, Пулешич на добивание хорошо сыграл. Азмун, убегай. Убегай, Сердарчик. 2-1. Сердар, Азмун. Ну как же шикарно сейчас. И Габи Жезус его нашел. Азмун забивает дубль. Супер. 55-ая минута. 2-1. Так, Малком. Хорошо находит пасом Жезуса. Не знаю, Жоржини здесь держит или нет. Вроде как сдержал. Но Азмун на хэтрик. Азмун на хэтрик. 3-1. 79-ая минута. Сами здесь защитники повыпинывали друг другу мячи. Жезус замечательный мяч от подобрал. Отдал на Азмуна. И 3-1. На Мостового какая хорошая передача. Здесь уже Кристенсен просто не успевает за свежим мостовым. Чалов. 4-1. Ну как вот это сейчас парочка. Она вышла и забила. 4-1. Чалов забивает на 88-ой минуте. Роберто Карлос действительно радуется. Все-таки его тренерское решение было выпустить Бариуса, Мостового и Чалова. И вот связка Мостового и Чалов, между прочим, забили. 4-1. Хэтрик Азмуна. Гол Чалова в конце встречи. И ответили этому все на один гол Пулишича. Ну, кстати, вот этот гол Пулишича у меня немножечко напряг. Когда они сравняли тем более. Статистика матча на ваших экранах. Лучшим статус есть на Азмун. 8-5 у него оценка. Ну что же, после второго тура Челси все так же не может набрать ни одного очка. А Йонг Бойс, между прочим, обыгрывает Лацо еще и со счетом 2-0. Как мы видим. Ну, я правильно понимаю, что или нет. Они пропустили вот от нас, да, как раз один мяч Йонг Бойс. И забили Лацо, я так понимаю, два мяча. Вот как-то так. Сейчас что-то не посмотрел на матч. Надо было сразу результаты матчей посмотреть. Но Йонг Бойс отбирает очки у Лацо. Это очень даже хорошо. Остается нам только постараться обыграть Лацо. В принципе, все. Итак, у нас переговоры. Моя команда сначала. Давайте по возрасту выставим. Я не помню, мы всех ли возрастных убрали. Из команды. Но вот Бариос. Его хотят купить в Интер. Мы отклоняем. Ну, а так все получается. Теперь мы переключаем на рейтинг. Вот Бариоса. Но переговоры отменены. А что у него по контракту? Да, вроде тоже все замечательно. И еще сезон целый. Поэтому я, кстати, пока что не буду рисковать и продлевать контракты. Потому что с некоторыми мы продлевали, с некоторыми нет. Поэтому для меня, в принципе, я надеюсь, это будет в последний сезон. Ну вот Чалов. Давайте попробуем Чалова продлить. Так, продлить контракт. Что он доволен, недоволен? Он недоволен. Кстати, вы посмотрите на него. На недовольного. 5200 давайте. На 5 лет зачем-то мы ему еще контракт предложили. Но да ладно. Бариос. Бариос. Давайте с ним тоже попробуем продлить. Он доволен? Он доволен. Я не знаю, насколько надо с ним продлевать. Давайте на 4 года. Дальше смотрим 2013 год. Ищем вот. Караваев, например. Ну, Караваев вроде у нас как... Кстати, команд на связи очень много. Караваев у нас был лидером в прошлом сезоне. Он доволен нашей командой. Давайте, я не знаю, тоже на 3 года с ним продлим контракт. Годовую зарплату 1.900.000 ему сделаем. Немножечко повысим даже. Но не настолько, насколько он просит максимум. Ну и все. Надеюсь, что с этими игроками у меня получится переподписать. И посмотрим, кого мне нашли скаут. Вот, кстати, правонападающего я искал. Гнабри. Но он левый вингер. Но мне нужен чистый правонападающий. О, Дегара мне нашли. Вот так вот. И здесь, скорее всего, это Габриэль Барбоса. Да. Габриэль Барбоса. Но нет. Пока что, ну, никого мне не нашли. Вот у меня остается в списке сков. Вроде Родриго. Я не понял, у него с кем-нибудь я там договорился или нет. Вот с Родриго вроде договорился. А с Элведи. Вот еще бы со скован. Осталось бы договориться. Так, не против его нам продать. Давайте тоже пока будем договариваться. А то вдруг у него сейчас пойдет там карьера. И придется нам в Тридорга потом за него платить. Да вдруг он сейчас откажется. Так. Ежемесячный отчет. Сборный месяц пополчал ФЖЗУ. С Малком теперь у нас застрельщик. Ну и вот. Прокачалась наша молодежка. Из основного состава никто, кстати, не прибавил. Сейчас игра у нас против Сочи. Через... Ну, я даже не знаю, кстати. Ротировать в любом случае придется. У нас будут там вызовы еще в сборной, как я понял. Сейчас третье число. Двадцатого только следующая игра против Лацио будет. Замены. Естественно, будем сейчас мы делать вот замены. Дуглас Антос с ужасной формой. К сожалению, не выйдет даже на поле. Выйдет зато Бариус. Доиграет свой матч. Выйдет пусть Фодан. Приблизительно все те, кого бы я и хотел сейчас выпустить. Вот Шамуродов тот же. Ну и Чалов. У него какая-то плохая такая. Плохой показатель. Ну и Лунева тоже вот выпускаю. Все. Вот таким составом мы выходим против Сочи. Надеюсь, получится обыграть. Сочи-Зенит. Поехали. Итак, Фишт. Содиан Фишт. Мы в городе Сочи. Сочи против Зенита. Поехали. Азмун. Азмун. Низкая была. Форма у него. Подготовка. Не знаю, как правильно это говорится. И дубль Шамуродова. 43-я минута. 3-0. Ну и Зенит разбирается как с Челси, так и с Сочи сейчас. Ну и все-таки Шамуродову получается забить хэтрик. 68-я минута. Азмун конкурирует в этом сезоне с Шамуродовым. Но пока что Шамуродова побольше, мне кажется, там хэтриков. Потому что Мэр Жезус у нас как-то забивал хэтрик в прошлом выпуске ворота Краснодара, если я не ошибаюсь. Шамуродов забивал Уфе, Ротору. И все. 4-0. Хэтрик Шамуродова. Снова наша такая фирменная четверочка. 4 забили Челси. 4 забили ворота Сочи. Шамуродов забирает с собой этот мяч. Статистика на ваших экранах. И 8-5 оценка у Шамуродова. Ну что же, после шестого тура мы возглавляем теперь турнирную таблицу. У нас ни одного поражения. Динамо там, скорее всего, очки потеряли. Сыграли, может быть, в ничью. Но у нас 15 забитых мячей. Больше никто не забивал. 3 пропущенных. Ну это практически, это вроде, самый минимум. Да. Только 3 мяча пропускает наша команда. 2-х пока что. Меньше 3-х ни у кого нет. Итак, у нас переговоры. Посмотрим, как мы там договорились, не договорились со Сковом. А вроде договорились. Я не знаю, ну Сков там подешевле, чем Родриго. Но Родриго на такое будущее прям. Он и помоложе даже будет, поэтому я не знаю. Смотрим. Так, Чалов хочет, чтобы контракт у него на 3 миллиона был выше. Мы принимаем, нам лишь бы не терять Чалова. 5 миллионов мы потеряли. То есть мы так ему сверху еще давали 2. Он еще на 3 захотел. Барриос на 1,5 миллиона. Ну и того там, ну вы поняли. Разница не такая уж и большая. А вот Караваев хочет на 2,200 себе поднять контракт. Давайте мы продлеваем с ним контракт, во-первых. На 1,2 миллиона, да, как я и сказал. И отменяем все переговоры с Ниццем. Мы все-таки сейчас только с ним продлили. Вот, поэтому с ребятами, у которых контракты в 2023 году заканчивались, мы договорились, продлили. Абсолютно со всеми. Поэтому зарплатный бюджет мы так и оставляем. 10 миллионов должно там хватить на любой, мне кажется, контракт. Санэ, левый вингер, нам не нужен. Здесь что у нас? Стэнкс. Вот, кстати, интересный игрок. Но добавлю, ну, хотелось бы все равно там 80+, даже того же Сколова я бы подписал, нежели чем Стэнкса. И здесь у нас Кристин Пулешич, но это левый нападающий. Нам нужен чисто правый. Жалко, нельзя так скаутом ответить. Денег у нас все равно пока что нету. Будут, наверное, за выход в раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Сейчас у нас как раз игра против Латсу. Они обыграли Челси, но проиграли Юнг Бойсу. Поэтому очень у нас плотная сейчас группа именно со стороны этих двух команд. Вот. Поэтому как-то так. А Шамуродов давайте возьмем с собой. Может быть, я его и выпущу сейчас вместо Азмуна. Дам Шамуродову шанс теперь в Лиге Чемпионов. Давайте посмотрим, вдруг что-то у нас и получится. И вот этих бы парней бы я чуть-чуть повыше бы поднял. Вот так. Все. Латсу против Зенита. В реальной жизни они тоже встречались. Дважды вроде Зенит уступил. Ну вот сейчас посмотрим, как у нас игра эта закончится. Поехали. Итак, стадию Олимпику. Латсу принимает Зенит. Интересный матч нас сегодня ожидает. Интересно посмотреть, кто одержит сегодня победу. Третий тур. Подходим уже к экватору. Поехали. Дриуси просто берет и делает первым же своим ударом. Дриуси забивает. Показывает, что мало еще Шамуродов. А вот и опасный штрафной, сейчас с которого мы можем, естественно, пропустить. Я надеюсь, не пропустим. Дайте, я не знаю, кого повара поставлю. Отлично, слава богу, в стенку мяч попал. Ну что, подача, не подача. Здесь неплохой розыгрыш получился. И Латсу сравнивает счет в концовке. Не со штрафного, так с розыгрыша. Лукас Лейва забил. И счет сравнял. С выезда у нас всего лишь одно очко против Латсу. Хотя их мы должны были сейчас обыгрывать. По статистике, там их, наверное, один удар в створ. Лучшим игроком стал, кстати, Бертаут. Наверное, правильно прочитал фамилию. Вратарь Латсу. Челси минимально обыграли Йонг Бойс. Мы занимаем все равно первое место. Вот. Ну, а Челси третью строчку. Наконец-то у них первая, во-первых, победа. А у нас сейчас игра против московского Динамо. Это такое вот своенравное дерби сейчас. Потому что первая строчка играет против второй. Тем более мы-то еще играем дома. Порте снова не готов, как и Бариус. Поэтому сейчас мы будем играть в два ЦПшника. Я даже не знаю, но Лукуми еще выпущу вместо Тахо. Потому что пиковая форма. И Караваева. Все. Вот таким составом мы выходим. Зенит против Динамо. Чемпионат России. Поехали. Итак, Зенит против Динамо. Газпром-арена. Тинькофф. Российская премьер-лига. Поехали. И Жезус. 1-0. Седьмая минута. Вот так вот Шведой. С правой ноги. Но у него получилось забить. Замечательно. И супер. Дубль Жезуса. Перед самым перерывом сейчас еще и забивает головой. Замечательно. 2-0. И все-таки пропускаем. 89-я минута. Динамо уменьшает наше преимущество. И все. Минимальная победа над Динамо. Дубль Жезуса. На голову НЖ. Все вроде как замечательно. Очередные 3 очка у нас. Ну и на вторую строчку теперь поднимается Локомотив. А Динамо после вот этого вот как раз поражения опускается аж на шестую строчку. И так у нас скауты снова нашли нам правого нападающего. Я уже надеюсь, что хорошего какого-нибудь найдут. С чистой позиции правого нападающего. Пока что вот Асенсио нашли. Харита. И Хацена Адойи. Ну что же, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Ребята, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok